Всем привет! Продолжаем смотреть работы интересных и знаменитых художников Джованни Антонио Пеллегрини. Итальянский художник, один из ведущих представителей венецианской школы первой половины 18 века. Я пользуюсь небольшими данными, которые я нашел в интернете, в Википедии, в каких-то изданиях не очень много информации, но все же. Так вот, на его стиль оказали влияние ренессансные приемы Паула Веронеза, барочная эстетика Петро де Картона и Лука Джорджано. Пеллегрини много путешествовал по Европе, выполняя многочисленные художественные заказы, что увеличило его международную известность. Считается, что творчество Пеллегрини повлияло на Джованни Батиста Тьеппола. Одним из учеников Пеллегрини был Антонио Иссентини. Родился он в Венеции. Отец, которого тоже звали Антонио, был сапожником из Падуя. Пеллегрини был учеником миланского художника Паула Пагани. В 1690 году он со своим учителем совершил путешествие в Чехию и Вену. Вернулся в Венецию в 1696 году. Шесть лет путешествовал. Первые сохранившиеся работы художника написаны после 1796 года. Работы товарища и венецианца Себастьяна Ричи оказали большое влияние на творчество Пеллегрини. С 1699 по 1701 художник провел в Риме. Был женат на Анжеле Карриера, сестре талантливой художницы Розальбо Карриера. В 1709 Пеллегрини украсил росписями купол в церкви Святого Роха в Венеции. По приглашению графа Манчестера пробыл в Англию в 1708 году и жил там 4 года. В Англии добился значительных успехов. Написал фрески в нескольких английских загородных домах, в том числе в замке Кимболтон. Графа Манчестера в графе Говард. Историк искусства Майкл Леви, описывая картины Пеллегрини на лестнице в Кимболтоне, говорит, что несмотря на то, что они нарисованы маслом, прямо на стене они обладают всей спонтанностью и легкостью фрески. В Лондоне он работал над фресками Норфолкхауза, который получил положительный отзыв от мемуариста Джорджа Вер. Пеллегрини стал директором Академии сэра Готфи Кнеллера в Лондоне в 1711 году. Представил конкурсный проект для росписи купола Нового Собора Святого Павла. И, в общем, как говорят, был любимым художником его архитектора Кристофера Рена. Тем не менее, Пеллегрини не выиграл конкурс, проиграв сэру Джеймсу Торнхиллу. Уехал из Англии, путешествовал по Германии, Голландии, собирая картины местных мастеров, выполняя заказы во многих европейских городах. Жил в Дюссельдорфе, где написал серию аллегорических сцены жизни Курфюста Йогана Вильгельма. Красил золотую комнату во дворце в Гаге и выполнил ряд других заказов в Праге, Дрездене, Вене и многих других городах. Вернулся в Англию в 1719 году, но уже был менее успешен во время своего второго визита. В 1720 году он расписал по заказу Джона Ло потолок помещения банка в Париже, а работа не сохранилась. Ну и, по всей видимости, скопив себе денег на безбедную старость, художник вернулся на родину. Скончался в Венеции в 1741 году. Не исключение, надо сказать, что Пеллегрини удалось собрать большую коллекцию живок. В ее владении находились картины Питера Пауля Рубенса, Франца Поста, картина Вермеера, урок музыки, которую он позднее продал английскому консулу в Венеции. Ну вот так, небольшая информация. Ну вот и все, что мне удалось узнать о итальянском художнике, одним из ведущих представителей венецианской школы первой половины 18 века, Джованни Антонио Пеллегрини. Смотрим картину, пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok